Здравствуйте! Как мы говорили уже не раз, мы должны шагать в ногу со временем, с тем, что говорится в главе Торы, который читает на этой неделе. Также по событиям, которые происходили в это время, что выпадает на ту дату, в которой мы сейчас находимся. Итак, у нас сегодня в загранице читают две главы Торы. В Израиле читают одну. Это я уже объяснял из-за того, что есть праздник Шавот. Мы два раза подряд читали то, что должны читать в Шавот. В Израиле читали один день. А у нас, за границей, мы дважды читали про Шавот, и поэтому мы немножко отстали от недельной главы Торы. Зод Хуката Тора. Хуката Тора говорится там про красную корову. В определенное время, в определенный случай нужно ее принести в жертву. И таких коров в свое время было девять. То есть одна была в пустыне, пока не шли по пустыне, сорок лет. Дальние восемь были во время храма. Потом, когда разрушили храм, нет, уже пора. Дума всего этого сейчас не существует. Это может быть только, когда вознавидится у нас храм. Третий храм будет у нас с Божьей помощью в ближайшее будущее. А вторая глава, это глава называется Балак. Тоже очень интересная и важная глава. Что характерно главе, первой главе Хукат. Зод Хуката Тора. А логично, там есть очень много противоречий в самой главе этой Торы. В смысле того, что там есть очень много противоречий. Говорит нам Тора, что это называется Хук. Хука Хакакти Кзира Газарти. Это Хук, это значит закон. А закон, как таковой, не дается никакой логики. Может быть совершенно нелогичный закон, но он закон, так он принят. Это Хук. Вот это категория заветов, которая называется Хук. А есть на самом деле три категории. Одна, как мы уже сказали, Хук. Вторая Эйдут. Третья Мишпатим. Эйдут это свидетельство в дословном переводе. А Мишпатим – это судопроизводство. Первое, если мы пойдем снизу вверх, то получится так, что самое первое – это Мишпатим. Мишпатим – это все, что связано с логикой. И если бы в Торе этого не было бы написано, все равно наш разум достигает такого уровня, чтобы сам разум и сама наша логика обязала бы выполнение вот таких заветов. Это как, например, уважай родителей и делай еще благословенные дела, благородные дела, которые человека обязует его совесть. Или в отрицательном, в негативном – не воруй, не уби и так далее. Этот сорт Митсвот Заветов называется Мишпатим. Потом имеется еще одна, она уже немножко сложнее, но все равно это не Хок. Это называется Эйдут. Это как, например, суббота, мы соблюдаем субботу на основании того, что нам стакал Всевышний. Соблюдай субботу, и он тут же объясняет почему. Дается тут же объяснение, что Всевышний сотворял мир и создавал все, что есть в нем. На протяжении шести дней достаточно времени было и достаточно было возможности у человека все это выполнять. А теперь, когда настал седьмой день, то есть суббота, полный запрет. И тогда мы начинаем думать, да, вот все-таки есть тут запрет, который нам объяснили, откуда он происходит и почему. То есть из той подготовки, которую мы прошли по учению Торы до сих пор, это вполне устраивает. А третье, вот это вот Хок, Хок, вот закон, его не нужно выполнять по каким-либо мотивам, а именно сухо, вот так. Вот так надо делать и не иначе, без объяснения почему и где это, на что это влияет, положительно или не положительно, но на что это влияет, какая логика. В нашей сегодняшней главе есть такой Хок, что называется «Пара дума, красная корова». Красная корова – это совершенно выше всякой логики и вне нашего понятия. Мы только знаем, что ее нужно было найти сначала, это было не так просто. За сотни лет всего восемь коров нашли таких, это не просто так. И потом есть целая процедура, как ее приносят в жертву вне храма. Вне храма, а вне храма вообще приносить жертву запрещено, это строго запрещается законом. А именно ее – да, вне храма. И потом еще там много вещей, что она, пепел этой коровы, сначала ее, значит, приносили в жертву, потом сжигали ее. И из пепла, когда пепел замочили особой водой, и это могло очистить человека от самой низкой степени духовной грязи, духовной нечистоты, то есть тума. Тума – это духовная нечистота. И самый строгий – это тумат-мет. Когда человек зацепил каким-то образом запрещенную близость с мертвецом, то есть он прикоснулся к мертвому человеку или принимал участие в похоронах, он тут же огрязнялся вот этой тумой. И потом есть целая процедура, как он мог прийти в себя, как он мог очиститься. И очиститься там первые три дня он должен был быть вне лагеря, потом надо было брать вот из этой воды, смешанной с пеплом, коровы и брызгать на него. И через еще три дня он тоже должен был находиться в таком… Сегодня мы не знаем, что такое карантин. Лишь после этого, после того, как он приносил еще жертву в храм, он очищался. Это вот такой образ закона, что там никаких объяснений и никакой логики. То есть то, что у нас отложилось уже в голове до этого – логика чего-то. Скажем, мы одеваем тфилин. Мы одеваем тфилин для того, чтобы… Это символизирует создание всего мира в тфилинах. Записано и очень четко описано, как создавал Всевышний мир. И весь мир находится в его власти. И он может в любую минуту все поменять, все изменить и переделать. Короче, там написано именно то, что нас интересует. Какой смысл? А потом вывод, что мы должны привязывать свою суть в виде сердца нашего и свою суть в виде нашего разума. Поэтому тфилин одевают к сердцу, на руку, на левую руку напротив сердца. И также на голову тфилин одевают. И тогда мы знаем, там написано «Шма Исраэл», «Слушай, Израиль» и так далее. «Шма Исраэл» – это всем известная молитва. И там написано, что ты должен любить своего Бога. Он владыка всего. И нет ничего в мире, что происходит без его повеления. Так этот сорт Митсвот, он имеет совсем другой смысл. Эти Митсвот, Митсвот Эйдут называется или даже Мишпатим. Эта глава заставляет нас задуматься над этим и воспринять это правильно. То есть на повестке дня сейчас у нас должно быть на этой неделе Митсвот, который входит в категорию «Хок». «Хука Хакактик Зира Газарты». Потом имеется еще одна, так как они соединены, есть у нас еще одна глава Торы, которая называется «Балак». Наша глава рассказывает о том, как евреи выходили из Египта и шли по направлению к Израилю. И они должны были пройти и пересечь вот эту страну – Муав. Всевышний не хотел войны с этими народами, потому что это были наши родственники. Они происходили от Лота. А Лот, как известно, был внуком Авраама, отделился от Авраама. И там рассказывается в Хумаш Бришит, там описывается это очень интересно. И там была какая-то война между племенами. Лот попал в плен. Увезли его куда-то в рабство. И Авраам, несмотря на то, что они жили отдельно, он устроил погоню и напал, несмотря на то, что их было больше, там большая армия была, а он взял своих там, сколько у него было людей про себе, помчался за ними, настиг их, вошел с ними в бой и победил их, разгромил их и вернул все назад. Все, что они награбили и всех пленных, и включая его вот этого вот Лота, племянника Авраама, вернул. А потом этот Лот, когда должны были перевернуть с дом Веамура, ангелы пришли и сказали им, давай уходи отсюда, потому что скоро здесь будет переворот. Здесь ничего живого не останется. Так он попросил, чтобы ему дали уйти подальше. Он ушел подальше и пошел в горы наверх. Там Всевышний уже перевернул этот город, и еще там все, что было вокруг, несколько городов. Лот и две его дочки оказались в пещере, высоко в горах. И когда они оказались там в пещере, им показалось, что весь мир опять прошел процедуру потопа. То есть нету уже в живых никого, ни людей, ни животных, ничего живого. И тогда они решили, кроме нас с нашим отцом никого нету. Так давай мы напоим отца вином. Как ни странно, вино уже было готово в этой пещере, куда они зашли. Там находились бочки с вином. Вино было крепкое, приятное. Лот напился, и поэтому у нас до сих пор говорят «шикор келот». Он пьяный, как лот. Вот в эти две ночи, в первую ночь с ним была одна, а он проснулся утром, он ничего не знал, что было с ним ночью. И потом на вторую ночь пришла к нему вторая, младшая. И старшая, у них родились сыновья, родился сын у старшей. Она была инициатором всего этого. И она назвала своего сына, родившегося от ее отца, Моав. Моав – это от отца, Моав, а тут Моав. Но это то же самое, было ясно, что она хочет сказать. И вот так назвали сына, который превратился потом в большой народ. А вторая дочка, младшая, была более скромная. Она назвала своего сына Бен Ами. От Моава мы не принимаем ги-юр, ги-рым. Между прочим, это касается только мужчин. Женщин мы, да, принимаем. И одна из женщин, которая совершила ги-юр, такой настоящий, внутренний, глубокий ги-юр, была Рут Амуавия. Мы об этом говорили, кажется мне, в Шавуот. Там есть целая Мигела, которую читают в Шавуот. Рут Амуавия, от которой произошло много великих людей. И один самый великий из них, выдающийся, это Давид Амелых, это царь Давид, из потомка которого будет наш Мошех, Мошех Циткейну. Балак, как он связан с Моав, Балак был царем Моава. Он был там царем, и он не дал евреям пройти по своей территории, и евреям пришлось обходить его, несмотря на то, что он был близкий родственник. Этот царь Моав увидел, как еврейский народ вышел из Египта и подходит к его границам. Он впал в панику, потому что евреи уже успели совершить некоторые вещи, что вошло глубоко-глубоко в сердца всех народов тогда. Они испугались, были страшно перепуганы. И он решил каким-то образом все-таки не дать евреям пройти, и каким-то образом уничтожить их, разбить еврейский лагерь. И для этого он послал посыльных к человеку по имени Билам. Билам – это был очень большой колдун, и кроме того, он был одним из выдающихся пророков у нееврейского народа. Пророки у евреев – это были нормальные дела, часто встречались. А у неевреев их было мало, и сила у них была не со стороны святости, а со стороны колдовства. И вот он был именно такой. А Балак – это царь – знал его силу. И он решил, пусть он состязается с Моисеем, с Мушарабейем. И тут мы возвращаемся к очень интересной теме. Тема того, что предыдущего нашего раба, рабьейцев Ицхак Шнейрсун, арестовали по указанию еврейской секции, была тогда страшная организация, и приговорили его к смерти, к расстрелу. Это продолжалось недолго, но всего этого не произошло. Он побыл там несколько недель, потом перешел в ссылку недолгую, и потом его выпустили со всем, и велели покинуть Советский Союз. Мы должны вернуться немножко к Торе, к тому времени, когда евреи совершили первый и самый страшный грех у горы Синай, когда получали Тору, они не дождались Моисея, который ушел на гору получать Тору, и не появлялся сорок дней, сорок ночей, и они решили, что он погиб, его нету, а кто их сейчас дальше поведет, и куда везти, ну скажем, в Израиль, или в любое другое место, то они себе сделали идола, который называется Эгила Заа, Золотой Целенок, и стали ему поклоняться. И тут очень интересно. Идолопоклонничество – это самый большой грех в еврейской религии. И это совсем не связано с евреями. Ты хочешь поклоняться идолам? Так называй себя, как хочешь. А написано там, в Торе, когда они кричали, как они воспевали этого Целенка, они кричали «Эйле Элу Кеха, Исраэль!» «Смотри, Израиль! Вот это твой Бог!» «Эйле Элу Кеха! Это твой Бог, Исраэль!» Акшер от Сатиха Мерас Митраим, который вывел тебя из Египта. То есть они не хотели и не могли оторваться от того, что они евреи. Они евреи строили, и есть у нас Бог, который вывел нас из Египта. Но кто он, этот Бог? Это вот этот Бог, а не тот. Вот так это развивалось. И в конечном итоге вот такой подход, который мы знаем из истории. Мы знаем, что в истории было не раз предпринято оторваться от наших настоящих истинных корней и уйти от Торы, от нашей. Под различными предлогами, перейти в другую религию. И ничего не помогало. Либо евреи возвращались, либо они исчезали. И если мы называем себя евреями, или называем какое-то движение у нас евреями, то это сначала нужно понять, что иудаизм – это вторая степень, вторая ступень. Первая ступень – это Тора. Мы должны понять, что Тора – это главная. Та самая Тора, что была в храме у Моисея, и что каждое колено получило Тору такую одну, а потом распространилось на очень многое. было написано «Сифрей Тора», и эти «Сифрей Тора» совершенно одинаковые. Где бы их не нашли, в каких археологических раскопках не нашли бы их, они везде одинаковые, досконально. в Китае, или в Индии, или в Африке, или в Европе, или в Америке, в Южной Америке, где бы вы не нашли «Сифрей Тора», они будут все одинаковые. И все наши традиции, которые мы сохраняли на протяжении тысячелетий, находятся сегодня здесь у нас. А потом, если мы начинаем изучать Тору, и стараемся выполнять заветы Торы, тогда мы можем думать о иудаизме, мы можем думать, какому движению мы принадлежим. А так, как просто так, как сегодня принято им, он хочет жениться, или выйти замуж за запрещенного нам евреям по религии человеку, так он делает какое-то движение новое, называет это реформа. А что такое реформа? Это кто придумал? Мы выполняем нашу Тору, потому что мы получили ее на горе Сина, и был тому свидетелем весь еврейский народ, и другие народы тоже. Мы выполняем, потому что отец передавал сыну, и так далее. Шло из поколения в поколение. А нас пытались отбить от Торы уже с самого начала. Пытались оторвать нас. Каким образом? Ну, давали нам то, что им казалось выгоднее и удобнее. И очень многие отошли, но потом они вернулись назад. И наша нация сохранилась до сих пор. И такое гонение, как прошла еврейская нация, ни один народ не проходит и не проходил. А мы везде справляем нашу Тору, наши законы, наши заветы. И даже если иногда нам это стоит жизни. И на это пошел наш предыдущий Ребе, когда его пытали, пытались узнать что-то. И вот так он им... Он себя вел очень круто, так сказать. Он не подчинялся их законам никаким, не хотел. Когда он сидел в тюрьме, зашли к нему в камеру начальство. А там принято, что надо встать. Когда заходит начальник или любой даже, даже надсмотрщик заходит, надо было встать. Зашли к нему в камеру с очень хорошими намерениями. Надо было сфотографировать его. Так зашло три человека. Офицеры. Один был с фотоаппаратом. И они решили его не трогать. И вышли, и вышли из камеры, как ни в чем не бывало. И еще несколько раз они пытались днем зайти сделать это. И он не давался. Ему ничего за это тогда не было. Он себя держал очень гордо. И, между прочим, два самых жестоких следователя его были. евреи из наших, из хаббатских, фамилия была Нахмансон одного. А второго была фамилия Лулов. Там было много интересных моментов. Один из моментов был, когда его арестовали ночью. Совершили обыск и все. И он взял с собой там чемоданчик небольшой. Взял там запасное белье или что. И Таласенфилм. Так к нему подошел Лулов. И говорит Наидиш, Ребе, дай мне, я помогу тебе нести это. А он говорит, нет, не дам тебе. Он говорит, мой дедушка нес у вашего дедушки. Так я понесу ваше. А он сказал, твой дедушка вел моего дедушку, куда мой дедушка хотел. А твой дедушка шел за ним. А ты хочешь, чтобы я шел за тобой. Это совсем-совсем другое дело. Я предпочитаю нести это сам. И что странно, что когда в 1929... Этот Лулов жил в Риге. И когда в 1927 году, после выезда из СССР, приехал Ребе в Ригу. И там его встретили хасиды. Там была большая община хаббат была там. Не совсем большая, но довольно такая приличная. И ему сделали стол фарбринген. А он посмотрел на всех сидим и говорит, а где Лулов? Ему сказали, Лулов стесняется. Мы сейчас празднуем освобождение твоего. От кого и от чего? От того, что его сын тебя посадил и хотел расстрелять. Я бы сказал, идите, приведите его. К нему это отношение не имеет. Идите, приведите его. И если вы его не приведете, я не буду без него фарбринген. Так оно и было. Пошли, целая делегация. Ему было очень больно. Он стеснялся и не знал, куда ему деться. Это его плоть. Его сын. Нахмансен был попроще чуть-чуть и его расстреляли в 1938 году. По нашим понятиям его расстреляли за такое поведение. А потом очень интересно складывается. В начале 90-х годов, когда Советский Союз развалился, и у многих пенсионеров всяких органов не было что кушать, и вдруг он увидел, что есть взаимная помощь в еврейской общине в Марьиной Роще, пришел человек пожилой, совсем пожилой. Представился, взяли, записали, смотрят, Лулов. Лулов. Короче, ребята поинтересовались, и он им рассказал, да, это был я. Он им рассказал, вот так встретились. Было тогда несколько тысяч таких еврейских мальчиков, что перешли вот так красную линию. Я думаю, что евреям было нехорошо при царе тоже. Но при царе они каким-то образом не теряли свой облик. Они человеческий образ свой не теряли. И они не шли против родителей. А тут их затащила вот эта клепа, затащил их коммунизм, социализм. Все вот это их затянула революция. И они пошли. Теперь, к чему это нужно рассказывать? Мы должны помнить и учиться. Мы должны знать, что легко ничего не будет. Нужно идти и вкладывать большие силы и еще большие силы и усилия, чтобы рассказать народу правду. Особенно сегодня, когда молодежь наша сходит просто с ума. Они не знают, куда им деться. Сегодня люди голодные духовно ищут. Особенно наша нация. Наши евреи сейчас такое пробуждение, что это просто неописуемо. Каждый день появляются новые вопросы и новые просьбы. И пребывает все время человеческий люд к нам. Хотят заниматься, хотят начать жить по-новому. Выполнять митвот. Поэтому Любаверский Рэба посылает слух им по всему миру. И есть посланцы Рэбы, которые находятся везде. И поэтому мы должны приложить еще какие-то небольшие усилия. А может быть большие. Приложить усилия, не считаясь ни с чем. Чтобы как можно ближе и как можно больше евреев вернуть в наше Лоно. И вот это мы будем праздновать в этот шаббат. В этот шаббат Юдбет Тамуз. Это день освобождения предыдущего Рэбы. Сначала прибыло, чтобы его отменить расстрел. Есть документы, сегодня видно все в документах. Отменить расстрел. А потом отправить там на много лет куда-то в ссылку. А потом отправить ссылку на 5 лет в Кострому. Ну, Кострома это сильное место было. Туда ссылали часто, еще в царские времена. Но это не было Сибирь. Я сейчас вспомнил интересный случай. Где опять евреи играли такую негативную роль. Наши евреи. В Самарканде в сорок восьмом или сорок девятом. В каком-то году там. Вдруг был налет на таких евреев, на религиозных евреев. И арестовало там 25 человек. Бухарских евреев, Хохамим, Равинов. И порассажали их. А там было два человека, два парня. Они были сыновьями Равина. Я их знал хорошо. Их знал. И знал Равина. Рапшмай Атеров. Он был из Украины. Из Кременчуга, кажется. Он был. Они были в эвакуацию. Уехали. Добрались до Ташкента. И там уже остались. Сначала Самарканда, потом Ташкент. Когда, короче, там стало жарко в Самарканде. Люди разбегались. И вот эти два сына Рапшмая, они постригли бороду. Они были с бородами. И они приехали в Ташкент. Куда они пошли в Ташкент? Они пошли в Ташкент в синагогу. Но не так трудно было найти на Сагбане. Они пришли в синагогу. И кого они там встретили? Они там встретили моего покойного отца Рапмейера. А его они знали. Они его знали еще с Украины. Или в Самарканде он тоже был. Они к ним подходят. Дают им руку Рапмейер. Он смотрит. Тогда относились очень осторожно к людям. Да. Молодые юноши. Кто вы? А они ему говорят. Рапмейер, вы нас не узнаете? Он говорит. Ой. Хай им. Сроил. Что с вами произошло? Что вы сделали? Они говорят. Они остригли бороду. Потому что они боялись, что их еще по дороге арестуют. Сегодня с бородой ходить. Он им говорит. Глупые вы. Это же ваша защита. Это же ваша охрана борода. Что вы делаете? Они мне рассказывали. Они рассказывали это мне. Рассказывали это мне. Рассказывали это у наших внуков, моего папа, моих детей. Так что мы должны найти вот это оружие наше. И этим обороняться. Одно из еврейских действий и еврейская действительность, что было, мне удалось застать еще в моем детстве, юности в Советском Союзе, в Ташкенте. У нас дома пекли мацу. Это было довольно секретное дело. Потому что все это организовать стоило деньги. Не маленькие. Сделали большую печку и все такое. И мацу эту давали нуждающимся. И те, которые строго-строго соблюдают. Потому что эту мацу делали в особой строгости и аллахичной. Там недалеко от нас жила еврейская семья. И они были такие люди. Они по виду были коммерческие люди. Но видно они работали в каких-то организациях таких важных. Там муж приезжал на машине. Он сам не вел. У него водитель и все такое. Был важный человек. И держал себя очень с гонором. Много лет подряд мы там пекли эту мацу. Вдруг в один прекрасный день она приходит. А у нас тогда как раз был дефицит. Потому что с мукой большие сложности были. Она пришла и просит мацу. Она никогда не просила. Тут она пришла и начала просить мацу. Мы ей не дали. Потому что не было. Все, она ушла. Прошло несколько дней. Приходит к нам наш участковый. Камила К. Очень хороший человек был. Капитан милиции. Приходит и говорит моему отцу. Борода убегай. А папа ему говорит, что нельзя будет отмазаться. Это не отсюда. Из Москвы. Ну, раз такое дело. Папа уехал. Тут же убежал. На завтра днем стучат в дом. Все без формы. Книжечки показывают. Зашли. Где ваш отец. Где муж. Его нет. Он уехал куда-то. Куда мы не знаем. Никогда куда он едет. По делам. И один из них, что видно было, что он самый главный. Он вдруг начинает говорить. С моей мамой наедешь. Вы что думаете, что он сбежал? Скрылся куда-то? А она подозревлена. Нет. Почему вы так думаете? Он часто так бывает, что он уезжает куда-то. У него всякие дела. Он что не привязан к какой-то работе или что. Он говорит. Для вашей пользы. Пусть явится. Если у вас будет связь, пусть явится. А где вы печете мацу? У нас был такой двор, что было так вдоль тыльной стенки. У нас было три комнаты. Две комнаты были комнаты. А третья была печка. Большая русская печка. Короче. Он говорит. Покажите. Я туда-сюда посмотрел. Много вы здесь. Начал я ее спрашивать. Она привыкла уже к таким делам. Она чего не знала, не знала. Большинство она не знала. Кому, кому. Мы для себя. Тут еще несколько родственников приходит. Ничего. Здесь нет денежных переводов. Нет денежных движений. Короче, этот человек был еврей. И был настоящий такой. Из Москвы приехал. Он приехал из Москвы. И в последнюю минуту, каким-то образом, они предупредили местных. И слава Богу, что этот Камил Ака, дай Бог ему, если он еще жив, я думаю, что он уже не жив. Такой узбек был приятный. Узбек был. Всегда нам помогал. Всегда. Именно вот на этом уровне. Вот так. Нет, мир не без добрых людей.